всем привет друзья меня зовут дмитрий хаунд мы сегодня с вами будем играть в игрушку под названием grid fell начну новую игру сразу чтоб познакомиться потому что я рассказывать про это не хочу игра про море корабль пираты рынок значит город и что-то вроде еще будет много всяких он рыбы дохлые валяются сети что-то разбросано видимо будет какая-то знаешь как никак чума чем мы там с тобой играли и на центом какой-то apple go tail и на цент во вот типа того знаешь те же самые времена рыцарские плюс-минус в этом режиме нужно как лучше ну давай обычно высокая братья хочу нахер но нам надо что-то потеть еще зачем-то мы поиграем спокойно расслабимся вот так вот все я прилег можно поиграть главное дождаться загрузки и тогда можно начать о не могли бы немного выпрямиться я думал он скелета говорит подбородок пониже немного вправо замри вау а давай женщина поиграем по-любому женщина будет не стандартно играть мы в скайриме баба играли и здесь бабы поиграем и в плагу tail баба играли почему нет не понравилось понравилось скажу какая или вот берем или вот эту дают эту она похожа вот один в один а лица похоже а смысле готовый вариант это прикинь типа готовый вариант здесь вообще все меняется конкретно а в лицах меняется только лица то есть цвет кожи уши волосы все остается меня как горят на личико ну-ка ну не пацанская стрижка я же круто но а есть длинные волосы прям супер длинные а вон они заправлены тогда ставим оставляем так ну-ка брови цель меня и сказали и сказали не двигаться на двигаться что за человек блин девчонки извините если я уроду ее как-то не со зла это делаю делаю так как считаю нужным потому что я особо в этом не разбираюсь нормально цвет волос рыжую не рыжую нам не надо твои такие черные а я теперь супер черные какая-то седая бабка у нас получится ну там наверно черный цвет да похоже на черный а ты цвет кожи ёпперсты вот такие черные ставь волосы и цвет глаз ну хочу как у себя зелененький или 2 карри карри я все-таки не себя создаю я девочку у девочки красивый будкарий глаза так а десар да я не хочу такое имя воин да не баба воин это конечно не то ты как видел бабу воина стами скажи бабу воина выбирать никогда не надо инженер специалист по изменению условий огнестрельное оружие меткость ловкость сила выносливость но у кого вот инженер им пока нравится кольцо какое-то тяжелое наручное не два инженера инженера инженер это очень клёво я сам не гуманитарий а технарь больше поэтому я хочу технаря чтобы не баба была инженером у меня оставшееся очко одно только окей мне нужно слить ее на что-то одно но у меня была меткость и ловкость кажется увеличивает урон наносимы холодным оружием ускоряют выработку ярости эта характеристика необходима чтобы сражаться лучше вылечит урона наносимы огнестрельным оружием и алхимическими препаратами алхимическими препаратами эта характеристика необходимо чтобы стрелять из лучшего огнестрельного оружия запас здоровья равновесия на самом деле нужно долго думать над этим но мы не для этого собрались берем меткость погнали другой этап ухты таланты харизма позволяет немного дешевле покупать товар у торговцев и улучшает боевые навыки спутников позволяет больше вероятность успеха в некоторых вариантах диалога вот это мне нравится штука бабе по-любому надо харизму брать то есть следующий читать даже не буду берем сразу харизму погнали да давай создавай какая-то хрень появилась еще несколько минут и у вас у вас такое необычное лицо это комплимент красотка да красавица вы еще здесь мы почти закончили что случилось профессор вы не забыли что сегодня уплывая конечно нет я не могу дать и вашего кузы я обыскал весь дворец от подвала до чертагов ваш дядя вне себя вчера вечером собирался крутить я его найду готовьтесь к плаванию и ничем не тревожьтесь встретимся на корабле вашему кузыну пора понять какая ответственность на нем возложено ему нужно сообщить посланки левый там проблемы с падежами не успокойтесь я с ним поговорю там или проблемы с падежами или как писали все сделала сделали мне появились срочные дела звони заходе побольше это невозможно миледи миледи просто это невозможно простите мне надо спешить спасибо что вытащил меня отсюда кузын вау наконец-то поиграем я тебе так скажу управление тут конечно ужасное ну-ка ну хотя бы так плюс минус может еще немного пофиксить но ладно не будем тянуть время поговорить ну-ка давай госпожа простите из меня плохая собеседница понятно ты черно жопа потому что ой всего вам доброго миле а мне кладите там собственно что такие штуки как раз не летать неинтересно пойдем вообще один в один похоже на плагу и цел на плагу и тейл прям похоже похоже что эй зеленокромный корт день настал мои благородные птенцы покидают гнездо под надзором своего сильного и верного наставника верного вашему золоту не притворяйся синичным наемником ты же нас любишь снова прячется своих людей за спинами сильных мира сего только благодаря нам вы еще живы не надо защищать я ищу я уже не ребенок правда а ну давай проверим сражайся честно у хорош но я тебя убил брата защита на защитил еще раз еще раз есть какое здание докажите круто что вы умеете драться так захват цели ну да практическая пауза тап пробел позволяет остановить игру и или не спеша выбрать следующие действия хо-хо нифига как можно скриншоты делать какие-то и ног левый картон пинок яростная атака это q у нас не а я смотри зелья ну-ка вы потеряли много здоровья чтобы поместить зелья в нужную чайку так применить оба почему чё и чё не так делаю бортам привязка на единичку давай выбьет хорош выбила я бы жалко контрол прикинь она реально прыгну она реально прыгну ох ты хорош хорош защитилась молодец да блин ну да проиграл зря я считал тебя хорошим наставником да потому что мне неудобно игра становится пап на паузу каждую секунду я провели хочу прыгнуть я нажимаю на пробел по привычке чтобы прыгнуть я прикончил первым же сражение дура не откажусь в таком случае это напарником будет отто в бой сражайся честно а почему ты их сразу два так как не стреляли наружие может прервать действовать врага и вывести его за на месте каждый выстрел расходует одну единицу боеприпасов погиба где вам спал за пауза 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 такс на двойку огнестрельное оружие может да я видел а дайте мне хоть это оружие то есть взял вот смотри зажал на эту хрень выбрал да а выбралось все все нормально выбралось так можно всю игру пройти уровень физической брони обозначенный щитом на школу здоровья где он а слева наверху видишь броня поглощает часть физического урона чтобы пробить броню нужно использоваться тяжелым оружием или некоторыми ловушками магические атаки действуют независимо от брони но это круто наверно так уничтожить броню противников чем ловушка есть ok ну-ка нажми на 5 ой на 0 ну давай ловушку на лужку на лужку все если сломал на броню кажется да ярость это параметры позволяющий совершить особые атаки наносящий увеличенный урон и заставляющий врагов терять равновесие индикатор указывает уровень накупленной ярости ахо слева вот эта штука с двумя с знаком бесконечности она заполняется я такую 2 попробуем помогите сделать так чтобы она заполнилась да боже а в этой игре можно нет уклоняться постные приемы вспомнили полагаю там остановиться мне еще нужно было сделать перед отъездом ступай если захочешь размяться просто загляни в казармы на острове я сделаю кей ну что ж я уже собрала вещи для нашего отступления ты же знаешь я обхожу а я обхожусь малым в недовольстве я надеюсь что когда вырасту личная охрана мне не будет не нужно я тоже рад что еду с тобой видимо к ней считают что ты не можешь пока за себя постоять смирись кстати а где наш будущий наместник ему тоже не помешает повторить основы боя понятия не имею он ушел на попойку который вчера устраивал по случаю отъезда и больше не появлялся ничего необычного чуни за грязь такая противная он звал меня собой но мне было не до веселье я думал только о прощании расставаться всегда тяжело но лучше навести ее поскорее она наверняка тебя ждет он ублюдок такой бесит меня обстрелимся у входа во дворец и весь пойдем искать кан-кан-кан-кан-кан какой-то я вернусь как только освобожусь ну погнали искать его судя по заданию которым не спаллерит которым не спаллерит мы его найдем а ну-ка что такое у вас не учили стучать это еще раз говорила а это ты дитя мое прости матушка ой прости матушка никак не привыкну к тому что с вами случилось давай лучше поговорим чем приятным я так рада слышит твой голос ты так похожа на отца мне у них хватает сегодня особенный день ты вот вот отправишься с острова о котором все говорят отправиться на остров по которым все говорят не придется тебя оставить одну мам я умираю дитя мое даже если ты останешься это не облегчит моих страданий блин ужасно нарисовано ну ужасно смысле нарисова красиво красиво но короче ужасно и больно и плохо она умирает она больная меня утешает что моя дочь отправится в путешествие ради блага своего народа болеет как и плохо его просто а ей говорили не мойся когда у тебя манту и не чеши ее она решила что самое умное вот и чё с ней стало почесала помылась умерла семейные реликвии когда-то она а не важно пусть она принесет тебе удачи благословляйте дитя мое прощай биофф уроки английского биофф прощай до свидания мама и каково есть всю жизнь в таком кресле не понимаю пойдем искать малого где-то шляпу взяла то есть женщина вам шляпа не идет не носите больше шляпы она вам очень не идет а мало вот о чем искать не будем или будем а чё такая карта огромная слышь нихера себе да побегаю а вопрос такой знаешь на засыпку какого хера посреди нашего города на нас нападают непонятные пацаны ты меня объяснишь пока я их убиваю ты мне объясни постарайся мне объяснить почему так происходит так 1 замочила хорош как лутать золотые монеты ладно ладно толстые цветки кузнеца перчатки кузнеца это тяжелая броня наверно или тут нет такого понятия как тяжелая броня слышь елки-палки предмет уже выбран окей ладно это мы все оставим погнали наша бабича стала в разы круче обыскать забирать все возможно вот эти вещи которые у меня с собой были в инвентаре то что я еще переоделся это особенности dls ки потому что это игра у меня сдался какими-то я не знаю какими я просто увидел длс есть я взял почему нет если сможешь взять почему не взять такой курсе кладеть все длс так как прыгать держу в курсе в этой игре прыгать нельзя обидно печально потому что прыжок это я считаю неотъемлемая часть таких игр когда ты умеешь прыгать это читай твой козырь что ли так легче драться намного можешь отпрыгивать можешь напрыгивать так намного легче я готова курт кирпизе зеленокровая смотри отсюда виды мачта нашего корабля нас ждет увлекательное приключение надеюсь слух об острове правдивы сначала нам нужно выйти не константина верно может он уже в порту ему не терпится уехать меня заваляли делами прям перед отлытием генерал хочет забрать кое-какой груз у поставщика а перевозчик отказывается его доставлять как я не уговаривал без толку все-таки переговоры твоя стихия а не моя может поможешь конечно помогу искать этого поставщика в нижних кварталах рядом с портом окей нанесем ему визит вау а а это типа мой первый компаньон окей подтвердите выйти пойдем так вы получили дополнительное здание подбор подробно описание снаряжение не то а вот эта карта для заданий берем вот этот выбираем смотрим на радар нацелились понимаем куда он а у теперь он понимает вам надо идти нам надо идти вот сюда окей-окей вот был бы прыжок я перепрыгнул и смотри через забор и побежал по домам так ведь в разы удобнее быстрее согласись у скорее бы я так сделал сто процентов но эта игра видимо на этой на этой настроена чтобы не вагали люди проходили нормально адекватно мне кажется в это время так люди не бегали не прыгали как я бы себе представляю еду нормальный проход на карте местности указаны где расположены важные места и персонажи а также цели задачи заданий ну-ка застреливу мочи 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 его по моему этот мужик меня на тренировках быстрее убивал главное вот он главная королеву княгиню он не может завалить ой наоборот может завалить а чего гов на улице с рынка который только-только меч взяли в руки первый раз в жизни он убить не может хорошо это нужно запомнить о том что мужики на рынке не убивают не убивать просто для этого нужны годы тренировок нужны миллиарды практик а то чтобы замочить бабу которую тренировал раз два все легко открывать лимфа чудовище шкура видимо что из этого всего мы будем колдовать алхимию так сказать наводить ничего какой-то двор наверное надо спуститься тут не поднимусь тут поговорить не хочу я с ним он меня бесит у него рожка ты знаешь подозрительная прям подозрительная морда такая о алхимия по идее долгими должна быть а ну-ка а ну-ка нельзя готовить эти буквы е ломаю нажимать и принять 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 а он не принимает утру здравствуй у тебя здание можно взять они возле здрасте я лени добрый день милорд господа же чем обязан такой чести я хотела сообщить что мы с моим кузеном константином скоро отправляемся на 3 параде я слышал разговор о том чтобы оба получили новое назначение какое красивое лицо смотри позвольте вас поздравить вас ведь назначили эмиссаром содружества вы правы милорд благодарю вас на вас возложены большие надежды которые я уверен быстро оправдаете представительницы королей будет счастлива познакомиться с вами и вашим кузеном жаль только что ваш отъезд так внезапен д-рели правде говоря я хочу попросить вас о помощи в одном очень деликатом деле деликат мэтил деликатное дело ну рассказать и поподробнее можете успею заняться им до отъезда в сирене укрылась небольшая группа опасных еретиков нам известно что ваш дядюшка не запрещает выезжать или въезжать в город такого рода но эти еретики представляют огрозу для всех истинных верующих плейс верующих если вы арестуете их и передадите в руки нашей страже то окажете нам очень большую услугу в сирене весь в сирене ереси считается преступлением дедушка наверняка прислушаться к вашим доводам почему вы обращаетесь именно ко мне я скажу конечно же рассмотрит наше ходатайство или ходатайство но на это и уйдет время слишком много времени по нашим сведениям беглецы уже связались с перевозчиком и могут бежать в любой момент меня надоело читать слышь вы считаете что я успею принять меры раньше чем уеду вражеский город если ваши еретики собрались плыть на корабле они скорее всего сейчас где-то в порту я посвящу может сделать а давай уйдем не нужно идти до свидания милорд это реально очень много времени убивает на то чтобы мы и разговаривали пойдем поиграем эту штуку понятно не играется на второй этаж расходим закрыто ясно ну там по любому ничего не туда ну-ка камера не крутится были как бы и пытался крутить камеру она не крутится здравствуйте миледи там еще какое-то здание давай как это как мы это делаем скайриме берем миллион миллион миллиард заданий и ходим по одному потом выполняем так мне кажется в разы проще будет заходи здорово шкет я к тебе поговорить говорят такой-то квест может ждать милорд госпожа десанта слышал вас назначили посланницей мои поздравления но люди вашего возраста редко возлагают такую ответственность впрочем уверен вы не подведете свою семью и содружества я похож на него на него голос благодарим милорд я хотел сообщить что мы отправляемся на тир фроди моего кузена константин назначили наместником новой сирены а я буду помогать ему правда правда не думал что вы так скоро уедете какая-то осада а мне казалось ладно очень жаль желаю вам счастливого пути успехов на службе говорят остров прекрасен переверните своему кузену что я от всей души его поздравляю и желаю ему удачи кажется что-то тревожит что случилось расскажите мне об этом среди недавно объявился шарлатан он выдает себя за алхимика шарлатан шарлатан неужели люди ему верят увы то его панацею покупают на расхват только это с надобья не лечит а калечит как вы знаете алхимики наша гордость этот мошенник бросает тень на них а заодно на весь альянс в любом случае в городе его бы арестовали но здесь действуют ваши законы попробую разобраться но ничего обещать не буду мне скоро уезжать я благодарю вас мне леды и рад видеть вот так вот это человек развернут церковлю центре говорят он хитер и коварен будьте осторожны be careful будь осторожен уйти мне надо идти до свидания милорд до свидания мы с вами встретимся когда-нибудь когда-нибудь вот и сколько квестов ты просто посмотри сколько квестов я надеюсь что это знаешь что это не квесты а просто двери в которые могу зайти но я это делать не буду пройдем шарлатана давайте попробуем последний квест который мы взяли очень удобно будет очень будет удобно для этого надо идти прямо там через торговцы и повернуть налево окей вроде звучало несложно идем прямо налево через торговца он нашел лопам горожан и перед вами панацея лекарства от всех болезней от всего зубная боль несварение желудка открытая рана мое зелье поможет открытая рана прикинь а ну хоть теперь он так руку сломал опа да 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 он говорит что работал на ней миллиард лет кто-то из вас спрашивал помогает средства при малихоре увы нет хоть это не собрал я скоро найду лекарство он такой сказочник а реклама по телевизору вот этот магазин на диване у всякие такие штуки он один один не похож купить эту хрень и ваше здоровье вернется навсегда а то сейчас всего лишь это ваше зелье абсолютное всего абсолютно должен сказать люди с крепким здоровьем меньше подтверждены малихору не упустите свой шанс подумайте какой счастливый станет ваша жизнь без боли и правда было не было дайте парочку вот человек который не упустит выгоды поспешите на всех не хватает или не хватит речь у него отшлифована до близко самой захотелось подойти а решили купить зелье честно говоря я все еще в раздумьях хотел бы убедиться что вы не шарлатан 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 такого времени кому нельзя доверять как я могу вам что-то там что-то там что-то там а вы могли выпить это зелье чтобы доказать что все безопасно of course конечно я делаю по маленькому глотку правда у меня идеальное здоровье поэтому вы не увидели никаких изменений кондишен изменения но если там поможет одну минутку как и видео по-прежнему здоров а почему не выпил то лол где анимации вот эти всякие вы же вынули такой пузырь из кармана нет никаких доказательств того что вы продаете же такое же деле как человек науки я считаю но ваше случае это скорее слепота нам нужно красить одной изделий пусть у него выпьет блестящий декур давай осмотрим его полоску а где она а за магазином логично повозка у него горит или чё нет а я уже угораю горит и акс вот его полоска страницы исписаны мелкими разборчивым почерком но на них описаны результаты опытов и осмотра пациентов встречаются непонятные символы сложность некоторых рецептов не оставляет сомнения автор этих записей был очень хорошим алхимиком то есть она чувак не берет это страна алхимик из альянса который снял комнату наверху просит не заходить к нему и делать уборку наверное старый дурак боится что разобьет его склянки пусть сидит в грязи если хочет не будем мешать правильно правильно зачем мешать человеку жить в грязи не понимаю зачем это против его воли хоть и был приятный бы твой срач прибрали мне кажется никому бы не было приятно на ты замучил того понятно я же если помочь замучить их хорош я золотые монеты понятно золотые монеты понятно цену естественно у нас ничего нету этих пацанов не ботинок не штанов не меча не яблок ним и паспорта у них только монеты все все что может быть из этих лошара это монеты ну окей раз так хотите я пойду вам еще по узкой чем нет клан еще вот мужик я к тебе вы наконец-то поняли свое решение у меня есть при себе пузырек с вашим лекарством готовы ведь его у нас на глазах чтобы развеять наше сомнение вы испытываете мое терпение наверно станет мой конкурент да 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 так и было конкурент нанял значит отказываетесь вы бы могли добавить его какую-нибудь отраву чтоб меня позорить нет пузырек запечатан я взяла его из ваших же запасов а вы мне угрожаете после того как признались воровстве умно перестаньте вы же видите что я возвращаю вам флакон чтобы увидеть его присутствие свидетелей это поможет рассеять мои сомнения и успокоить ваших храбрых покупателей да нет я вы не имеете права проклятие он сбежал он сбежал как он так сбежал так быстро нельзя ведь где наверно нет так это верно а до кампром раду а как он как у него на всех сбежал алёха игра года обалдеть наверно с лишь бармен тринюту дурачка он пробегал добрый день уважаемый и вам того же что хотите спросить хочу а соберни давай как бизнес у вас все ли продается хорошо да прекрасно сейчас ко мне стали захаживать почаще так что не ладут в гору если вы еще не малихор и войны между соседями эпидемии по-прежнему бушует но теперь люди надеются что на новом острове найдется лекарство я должен это надеюсь с тех пор там появился наш город моряки стали приходить за выпиской намного чаще у вас там меньше посетителей за малихор все разбежались из-за него когда вспыхнула эпидемия народ здорово перепугался а это эпидемия тоже чума крыс там еще что-нибудь сидели дома чтобы не заразиться я уже был я уже был решил закрывать таверну потому то алхимик из альянса доказали что заболеть не так просто машине очень-то им поверили зато хоть а улицу снова стали выходить правда многие из мои завсегдаты умерли или уехали до чего я вам рассказываю наш город держится на полу только потому что торгуется с новым островом слышь а мне надо было это пацана найти где он живет наверху или здесь нет не здесь значит это наверху уже попасть наверх а что попасть наверх наша попасть наверх надо найти лестницу а вот как можно было пропустить не понимаю открываю блюдок нож бери я вызрел вот снова не только я нашла вас вы видели толпу что собирается на улице я не глухой не ступой надо было мне уезжать из города пока еще было время посол альянса недоволен вашей деятельностью он просил поговорить с вами сахин опять он разрушил мою карьеру и но не успокоился это из-за него мне пришлось покинуть альянс теперь вот прикидываю зеливаром а ведь когда-то я был уважаемым членом академии альца да а вот таких вот а почему чертами работал он же нормальный почему сахин вас так ненавидит я смеливался возражать некоторым великим умам академии и критиковать их методы это правильно я видел как они мучают больных заключенных заставляют их пить сильные яды они убивали людей чтобы те лекарства от малихоры я не мог молчать так упали в ними и в немилось у сахина потому что потому что потому потому что убивал людей вам не стыдно травить этих бедняк вот это кстати ваш вопрос мои зелени до виды они содержат никаких вредных веществ так почему вы не изготавливаете настоящее лекарство хотя могли бы вы не понимаете я сбежал но не прекратил своих собственных исследований а у как эксперимента на них ставят это зелье по замыслу должно создать иммунитет к малихору значит ставите на людях эксперименты это неэтично сам критиковал сахина за то что они ставят эксперименты в академии своей в итоге дело то же самое у меня не было выбора если зелье безвредный почему вы не пили его когда я вам предложила столько раз тестировал он себе чтобы организм вырубал защитную реакцию маленький глоток это смеси провоцирует сильную боль толпа бороздь росли и пела но уверяюсь в обычный долю дозах зелень опасно ну да ну да доктор сахин сказал что вы были самозвание чтобы самозванец получили такого не скажет я был магии стран алхимии я понимаю что вы меня уже вряд ли поверите у меня есть документы все было хорошо пока сахин не сделал своей целью опозорить меня ваши методы не очень-то отличаются от методов ваших коллег я не мучаю людей а это зелье дает побочный эффект только в больших дозах возможно но вы обманули обманывайте людей мне придется закрыть вашу лавку а как вы поступите со мной мире я думаю так будет правильно клянусь уеду из города окей сначала я убеду вас подача тех кто хочет вас повесить если бы не вдруг как вырос отсюда незаметно придется разбираться толпой я не потерял надежду слишком быстро я лучше пока побуду тут на то есть наша цель какая это чувакам сказал выйти потихоньку мы будем выходить потихоньку для этого сохранить я сохранился и продолжим мы наверное следующей серии если конечно выйдет я не знаю вот игрушка прикольно пройти можно но если не полностью пройти то хотят немного хотя мне кажется достойно того чтобы ее пройти полностью все-таки плюс-минус да интересно да не удобно играть это и сейчас у меня такое настроение устало потому что время сколько у меня один с часов вечера ну сорян пацаны пришел с работы сразу погулять вернулся домой записать для вас видос и вот сами понимаете какое состояние я бы лучше не спать лег но для вас подписчиков моих любимых я конечно же стараюсь работаю поэтому давайте спасибо за просмотр ставьте лайки рассказывайте всем про меня в соцсетях я и сторону всех сетях и вы рассказываете там же расскажите в инстаграме расскажите в контакте в одно классниках хотя не там нету и расскажите фейсбуке в твиттере я есть везде везде где хотите сами подписывайтесь друзей подписывайте подписаться и все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем хорошо пока Субтитры создавал DimaTorzok